Деяния апостолов В 10 главе перед нами два видения, связанных с Петром. Одно видение говорит о Петре, а второе получает сам Петр. В конце 9 главы Петр совершает два чуда. Исцеление Нея и воскрешение Серны, служительница церкви в Гробии. А в 10 главе Корнилий получает видение. «Бог говорит, ангел говорит ему, пойди и найди Симона Петра». 10 глава, 5 стих. И на следующий день, когда посланные Корнилием ищут Петра, где-то часа в три дня Петру дано видение. Ему голодно, и он видит, как небеса как бы разверзлись, и спускается вниз полотно, на котором всякие животные, всякие звери. И голос «Встань, заколи и ешь». Проблема заключалась только в том, что животные эти были нечистыми. И есть им уйдение, и есть их уйдение было запрещено. И Петр в 14 стихе говорит «нет, Господи». Духовное наблюдение, которое часто делают учителя и проповедники в Америке, заключается вот в чем. Можно сказать либо «нет», либо «Господи», но сказать одним дыханием «нет, Господи» в одной фразе невозможно. Либо он Господь, тогда уж ему «нет» не скажешь. А Петр говорит, что ему заповедуется то, что грубо нарушает все его убеждения, противоречит его привычкам и религиозным устремлениям. И вот что интересно, готовя Петра к тому, чтобы принять язычников, Бог сначала изменяет его предпочтения в пище. Кажется, какая между этим связь? Что общего? Оказывается, есть связь. Совершенно очевидно, что целые части закона, целые фрагменты закона, уходят в прошлое. Они заменяются Новым Заветом, потому что Новый Завет не соответствует Ветхому. «Нет, Господи», — говорит Петр, — «я никогда не ел ничего скверного или нечистого. Никогда не ел и сейчас не собираюсь». А потом в 15 стихе Бог ему говорит то, что Бог очистил, не почитай нечистого. Петра все это глубоко беспокоит. Петр недоумевает, что бы значило это видение. Деяние 10.17. Вот мужи, посланные Корнилием, пришли к нему, остановились у ворот. И в 19 стихе мы узнаем, что три человека его ищут. Он представляется, и они представляются ему. 23 стих. «Тогда Петр, пригласив их, этих людей, угостил, а на другой день...» То есть они проводили там ночь, они ночевали в доме Петра. Людей, язычников, не принимали в свои дома обычно. Помните 10 глава, 6 стих? Петр живет, проводит время в доме Симона Кожевника, человек, который обрабатывает кожу, делает вещи из кожи. Работа Кожевника — это очень грязная работа. Плохо пахнет. Невозможно остаться ритуально чистым и благочестивым евреем, если работаешь с Кожевником. Так что один шаг Петр уже сделал. Он остановился в доме Кожевника. Но он делает также и второй шаг. Он делает шаг, когда приглашает язычников переночевать у себя в доме. Так в Израиле не поступали. Шаг за шагом Бог открывает его сердце. Бог открывает его объятия для язычников. И на следующий день они отправляются к Корнилию. В 25 стихе Петр приходит к Корнилию. Корнилию встретил его и поклонился, пав к ногам его. То есть он поклоняется Петру. Петр его останавливает. Встань, я тоже человек. В английском языке есть два очень разных слова, которые состоят из одних и тех же букв. Вот это слово означает Бог. Бог. God. А если написать вот так, буквы те же самые. Только задом наперед. Бог по-английски задом наперед получается dog, собака или пес. Очевидно, совершенно разные понятия, не правда ли? В чем была проблема Петра? Петр поступал, относился к язычникам как к псам. Какова была проблема язычников? Они относились к человеку как к Богу. Они стали идолослужителями. Кстати говоря, в Лиге Греции и Рима их божества совсем не были Богом с большой буквы. Это просто были такие люди, наделенные особыми сверхъестественными силами. Супермены, супермужчины, суперженщины. Никаких моральных, нравственных черт Бога у них не было. У них не было благости Божьей, всеведения Божьего. Их сила была ограничена. Это просто такие люди на стероидах. И совершенно естественно было для Корнилия поклониться Петру как к Богу. Как, собственно говоря, Петр естественным образом должен был бы относиться к Корнилию как к псу, потому что Корнилий был язычником. Но что же происходит в этом фрагменте Писания? Язычник узнает, как поклоняться Богу и не обожествлять людей. Еврей узнает, как не относиться к язычникам как к псам. Вот что происходит в этом фрагменте Священного Писания. Когда Корнилий поклоняется и хочет поклониться Петру, Петр говорит, «Встань, я такой же человек, как ты. Не зачем тебе поклоняться мне?» И начиная с 30-го стиха, Корнилий рассказывает Петру о свершившемся и становится очевидным. Через Петра в 34-м стихе «Истинно познаю» для него стало очевидным. «Истинно познаю». Да, он главный из учеников. Он высший из апостолов. Но в этот момент он познал того, чего раньше он не знал. Раньше я не знал, но теперь я познаю, теперь я познаю, что Бог нелицеприятен. Бог не собирается отвергать язычников, просто потому что они язычники. Бог не собирается закрывать язычникам путь в небеса, потому что они не евреи, мир и дивизий. 35-й стих. «Но во всяком народе, боящийся его и поступающий по правде, приятен ему». Это не значит, что Петр учит спасению по делам. Это не значит, что Петр учит, что эти люди получат спасение по своей благости, по своей доброте или порядочности. Но это значит то, о чем мы с вами говорили уже в связи с Евангелием от Иоанна. Эти люди совершают Божьи дела и уверуют в Божию доктрину, в Божие учения. Они узнают Иисуса Христа. Так было с Корнилием. Так происходит сейчас в 10-й главе «Деяния апостолов». «Он послал сынам Израилевым Слово», — говорит Петр, «благовествуя мир через Иисуса Христа, сей есть Господь всех». Господь не только иудеев, но и язычников. Господь всех. Господь спаситель не только для иудеев, но и для язычников. Вы знаете, происходившее по всей Иудее. 38-й стих. «Как Бог Духом Святым не силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех». В 41-м стихе Петр говорит, «Но свидетелям, предизбранным от Бога нам, которые с ними ели и пили, по воскресению Его из мертвых». Он говорит о том, что и эти люди получат прощение грехов. И в этот момент Святой Дух сошел на языческих верующих, на верующих из язычников. Петр был поражен. Бывшие с ним были поражены. 45-й стих. «Говорит о том, что дар Святого Духа излился и на язычников». Поэтому они настолько изумились. И Петр говорит, «Теперь вы получили дар крещения Святым Духом, вы получили крещение Святым Духом, пора принять и водное крещение. Вы вступили в семью. Теперь вы, язычники, официально приняты». Это происходит к концу 10-й главы. В 11-й главе происходят два события. Кстати говоря, чтобы закончить деяние в течение трех следующих дней, нам нужно разбирать по шесть глав в день. Сегодня, завтра и послезавтра по шесть глав в день. Поэтому мы ускорим наш темп, и 11-ю главу мы пробежим достаточно быстро, потому что здесь происходит всего два события. Во-первых, Петр рассказывает иудейским вождям, иудейским лидерам в Иерусалиме о том, что случилось в 10-й главе. 11-я глава, 1-й стих и до 18-го стиха. То есть первые 18 стихов это рассказ, повторение того, что произошло в 10-й главе. Петр объясняет иерусалимским лидерам, почему он согласился пустить, принять язычников в христианскую семью. Вопрос этот был очень серьезный, потому что для иудеев этничность или национальная принадлежность и религия были тесно связаны. Раса, национальность и религия были тесно связаны. Единственный способ узнать Бога Израиля сделаться иудеем, потому что он Бог иудеев, он Бог для иудеев. Теперь Петр понимает, что это не так. И, кстати говоря, Бог всегда благословлял язычников. Бог всегда требовал праведности от язычников. Вспомните историю первого еврея Авраама. Он оставил жену свою в Гареме во дворце египетского фараона. Бытие 12 глава. В 20 главе он также оставил жену в Гареме языческого царя. И в том, и в другом случае и фараон, и Авимелех оказались праведнее, чем самый праведный из иудеев Авраам. Это ведь нигде не будет написано в книге Бытие. Про отец, великий отец Авраам, в величайший царь Давид. Вторая книга царств, 11 глава. Давид берет жену Ури, но Ури оказывается праведнее, язычник Ури оказывается праведнее, чем величайший царь Израиля Давид. Рааф оказывается праведницей, которая спасает еврейских лазучиков, разведчиков. Она и была язычницей. Фомарь оказалась праведнее иуды. 38 глава книги Бытие. Язычница Русь, также Кир, царь, персидский царь, но Бог называет его «мой служитель». Именно он дал разрешение на строительство храма в Иерусалиме. Бог благословляет язычников. В Евангелии от Матфея, 8 глава. Иисус говорит, «Я такой веры не нашел даже в Израиле». Говорит он это, обращаясь к римскому сотнику. Значит, то, что сейчас открывается, не было новостью. Это был Божий замысел спасения через Иисуса Христа. Спасение от иудеев, обращенное ко всему миру, в том числе и к язычникам. Петр объясняет, как это происходит. Петр объясняет, что так и должно было быть. В 18 стихе мы читаем, «Выслушав это, они успокоились и прославили Бога, говоря, и смотрите, почему они пришли, видно, и язычникам дал Бог покаяние в жизнь». Итак, у покаяния или спасения есть нравственные последствия. Спасение состоит из нескольких элементов. Бог избирает человека, это проявление Божьего суверенитета, Божьего владычества. Человек уверует в учении о том, что Иисус Спаситель, это доктринальная часть спасения. И человек также кается в грехах и начинает жить праведно. Это нравственная часть спасения. Но все эти измерения соединяются вместе в подлинном спасении. Бог совершает свое дело. Неверующий человек теперь верит в то, что раньше не верил. И также мы получаем новую жизнь, жизнь в чистоте, жизнь, которая нам не все равно, чего хочет Бог. Когда человек по-настоящему спасен, все это объединяется вместе. Оставшаяся часть 11 главы повествует о зарождении церкви антиохийской, модельной церкви, примерной церкви. Большинство христиан полагает, что модельной церкви была церковь в Иерусалиме. Но, пожалуй, нет. Вряд ли Иерусалимскую церковь можно назвать примером для подражания. Скорее всего, лучший пример для подражания мы находим именно в антиохийской церкви, во второй из великих церквей, о которых говорится в одеянии, об одеяниях апостолов, вверх по побережью в Сирии. Антиохия находится, по-моему, по-моему, на территории современной Турции, на юго-востоке, на самом-самом юго-востоке Турции. Именно здесь служение Варнава. Видите, мы с вами уже читали о Варнаве. В конце 4 главы о нем было. В 11 главе, в 19 стихе, мы узнаем о том, что в Антиохию пришли христиане. Пришли, стараясь избежать гонений. Начавшихся после побиения камнями Стефана. После 7 главы Деяний христиане рассеялись. Некоторые из них ушли в Кипр. Оттуда родом был Варнава. На этот остров, которым сегодня управляют турки и греки. Этот остров к западу от святой земли, от священной земли Кипр. Кто-то отправился в Финикию, к северу от Израиля. Это современный Ливан. Кто-то отправился в Антиохию. И мы узнаем об Антиохии в 19 стихе. Итак, мы видим, что Варнава направлен в Антиохию. Мы видим также, что Варнава покидает Антиохию и отправляется в Тарс, также территория современной Турции, чтобы поискать Савла. Помните, Савл в конце 9 главы отправился домой, отправился в римский город Тарс. Варнава направлен Антиохийской церковью поискать Савла. 25-26 стихи «И найдя его, привел в Антиохию». Целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей. 26 стих «И ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами». Христианами. Христианин — это Христос в миниатюре. Маленький Христос, последователь Христа. Это звание получили ученики в Антиохии. В те дни пришли из Иерусалима в Антиохию пророки. И сейчас Савлу и Старса будет дано первое его поручение. Один из них по имени Агап встав предвозвестил духом, что во всей вселенной будет великий голод, который и был при Кесаре Клавдии. Тогда ученики положили каждый по достатку своему, послать пособия братьям, живущим в Иудее. Что и сделали, послав собранное к пресвитерам через Варнаву и Савла. Это опасное дело, потому что идти им придется по дороге, где воры, а ворам интересны, конечно же, деньги. Эта работа, эта задача требует верности, потому что все эти деньги нужно передать в церкви. Это не их деньги, это деньги церкви. Это первая работа для человека, который будет скоро назван апостолом Павлом. Первая работа. Одну вещь скажу еще по поводу 11 главы. Мы видим, как раскрывается воля Божия. Мы с вами, христиане, никогда не придем к полному пониманию воли Божьей. Когда мы скажем, все, я все понял, больше мне учиться нечему. В студенчестве одним из моих профессоров был совершенно великий человек. Я был поражен от того, насколько хорошо он знает Писание. Но я был в шоке. Я был в смятении, когда он как-то сказал о том, что я теперь, как он говорит, не читаю Библию, потому что я настолько хорошо знаю Библию, что могу ее просто вспоминать и размышлять в уме своем. Я думаю, как-то странно и как-то страшно это все. Но вскоре этот профессор бросил свою жену, ушел к любовнице молодой и разрушил свое служение. Евангелие он больше уже не проповедовал. Месяц назад я услышал еще об одном проповеднике, который говорил, что я так хорошо знаю Библию, что даже не беру с собой Библию в церковь на проповедь, потому что я Библию всю помню в голове. Я испугался, невероятно испугался. Я даже думал, что сейчас я напишу этому человеку письмо, я напишу, не делайте так, не оставляйте Писание, читайте Писание каждый день, пропитывайте разум своим Словом Божиим каждый день. знаете, невозможно узнать всего, невозможно познать всего. Мы постоянно узнаем что-то новое, нам постоянно что-то открывается. Но вот еще что, ведь воля Божия постоянно открывается нам с новыми и новыми гранями. Господь поручает нам что-то новое. Когда-то Бог не хотел, чтобы Петр общался с язычниками, чтобы Петр ел ту еду, которая запрещена по закону. Но Бог это изменил. Бог изменил питание Петра, Бог изменил окружение Петра. Так было с самого начала. Да, Бог в свое время сказал Аврааму, возьми сына своего и принеси в жертву на горе Муря. Но если бы Авраам в этот момент перестал слушать Бога, он бы перерезал глотку своему сыну. Однако Авраам продолжал слушать голос Бога. Когда нож уже был занесен в руке Авраама, Бог его остановил. Он говорит, я только испытывал тебя. Мы продолжаем слушать Бога, мы продолжаем познавать что-то новое, то, чего раньше не видели, то, чего раньше не знали. И Господь учит нас через эту книгу, через свое слово. Поддержите ТВС молитвой и финансами. Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие, и хорошие проекты перестают существовать. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminari.com Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok